и так здравствуйте ребята недавно пришел парень алексей черемисин да но срочно надо предпринимать действие лишь смотрите сейчас сейчас да я вижу что вы старались я вижу что вы поняли смысл как работать с кодом через исключение прекрасный метод за это 5 ну а за то что вы понаписали это кол с минусом 100 процентов каша была каша осталась давайте разбираться вы здесь написали все что только можно вижу что многое взято с документации лишь надо на будущее мы наверное перейдем к функциям на будущее надо четко разделять атрибуты экземпляра атрибуты класса но вот то что реально говорит то что вот ваш пробел начинается отсюда когда вы делали вот здесь вот абстракцию да заметьте вы про сельф ничего не написали а это и есть принципе корень это есть корень вот посмотрите парень писал очень правильно писал прочтите это сообщение и нас интересует сейчас с вами вот это вот вещь сейчас когда проводил собесы первый же вопрос что что такое сельф сам работаю на го но знание двух языков выручает и с наслаждением слышу 10 минутный ответ сразу понимая что человек считывает переполнение стека а лучше ведь доки то есть по сути дела далеко ходить не надо одним вопросом можно понять что человек понимает в ооп видно что вы занимались но занимались как вот занимаются все сначала телега потом лошадь то есть вы прекрасно разобрались страй экземпт я вижу по вашему коду вы прекрасно владеете уверен из этого сейчас покажу из этих файлов что разобрались на следованием все класс а шоу внутри будем писать а вот тут начинается проблемы что писать чем размышлять не чем все начинается с сельф исследование вроде бы сельф прекрасно да вроде прекрасно лишь давайте вы все переосмыслить и немножко по-другому открываете учебник ну сначала функции конечно 9 9 3 2 и исходите сначала только от отсюда ссылка на атрибут создание экземпляра все вот у вас есть две позиции что можно сделать классами не вправо не влево дальше должны идти определение теперь второй момент что вы меня сейчас поняли там свои проблемы но вот пришел денис гуляев да парень учится в институте у него все супер он тоже перегнал но у него у него вот вам надо взять здесь вот он написал небольшую программу я группе возьмете сейчас денис посмотрю ссылку вот сам принцип вот он тут описал да правильно у него там другие проблемы но вот эту я дам ссылку вам посмотрите сейчас скажу зачем смотрите да у него здесь есть проблемы с определениями но по крайней мере он четко разделил атрибуты класса атрибуты экземпляра класса и я говорю куда-то о атрибутах класса то мы вы видите методы да то есть то что устанавливает значение именно когда работают атрибуты класса пока я вижу что и сельф и атрибуты и все подряд все до кучи что здесь прекрасно это то что вы начали работать с исключениями понимаете первое что я вам сказал что надо исходить из вот этих вещей все есть ссылка на атрибут создание экземпляра потому что вот смотрите что получается получается очень интересная картина с одной стороны до наследования вот на эти вещи наследования надо потратить ровно одну минуту не больше все эти вещи вроде у вас получаются да вроде знаете иными словами пошли копать грядку да там да видим а как копать не знаем чем копать как копать но нету этого и понимаете вот это вот всегда сидит внутри если человек размышляет именно из сельф да от экземпляра класса и четко при этом представляет что кроме экземпляра класса есть атрибуты и четко разделяет атрибуты экземпляра атрибуты класса то это легко видно почему человек этому отдает предпочтение да даже это на уровне какой-то ну не знаю интуиции да то есть человеку вот этому отдает значение это кстати задание оно специально дано чтобы понять что у человека не так за старания пять десятью плюсами за то что метод что писать у вас получится это я не сомневаюсь за то что используете именно отталкивать от исключений это прекрасно за сам материал как вы подошли это кол с минусом сто процентов запутали себя и я запутался если честно сказать то есть это надо садиться и просто разбирать что здесь что я на данный момент на данный момент вот смотрите вот это видео да у вас совершенно разные уровни у вас уровень повыше но все таки посмотрите видео Сережи Филькина вот человек пришел вообще с полного нуля я даю его вам да и просто посмотрите вот что он сделал чтоб начал становиться на местах у вас накоплено видно по файлу что работаете с козом довольно легко то есть опыт накоплен да и вот Саша есть Сашка Саша Филиппов да тоже когда пришел вот он все глобально смотрел у него везде глобализм он мог схватить все а на мелочи не обращает внимание поэтому все таки я бы вам рекомендовал сейчас посмотреть вот понимаете чем вам может помочь сейчас обращение человеку который вообще пришел с нуля Сережа тот же Филькин да смотрите вы набрали кучу информации а что с ней сделать толком вы не знаете да и уже в принципе что надо что не надо оно уже с глаз замылился а Сережа Сережа он не знает у него нет того опыта поэтому он пришел ничего не понимал а потом начал все записывать все распределять всему давать имя да и сразу человек смотришь ты функции начал писать вот именно у новичка вам надо сейчас подсмотреть вот это вот щепетильность разделить разделить поэтому хорошо вам будет сейчас немножко посмотреть опыта как мы говорили то что я дал у Дениса да то есть здесь очень четко проследует прослеживается в его программе работа атрибутов класса а есть атрибуты экземпляра класса вы поймите 98 процентов времени 98 процентов времени в ОВП надо отдать атрибутам потому что если вы откроете любой код то что мы видим мы видим везде точки и везде атрибуты нам интересуют законы по которым работают эти атрибуты потом уже придет что это будет или проверка или что-то иное или там добавление или работа методов но сначала чтобы это стало на место нам надо разделить четко в голове атрибуты атрибуты экземпляра атрибуты класса но все ноги растут с сельф потому что потому что это и есть принадлежность классу но вам я уже не буду все рассказывать про сельф надо подумать понимаете ведь по сути дела здесь есть очень интересный пример в этой документации смотрите очень интересный пример сейчас покажу обратите внимание на вот этот кусочек кода да вот такие вещи они у вас выпадут сто процентов смотрите вот это у нас класс а вот смотрите функция она находится в том же файле то есть иными словами глобальной области видимости но это функция но смотрите что мы делаем это конечно кстати такой метод прекрасно использовать если хотите запутать кого-то действительно чтобы никто не повторил смотрите а что происходит ф присваивается значение функции ф1 то есть смотрите то есть в данном случае происходит следующее что ф становится уже атрибутом класса и вот здесь описано да f g и h все атрибуты класса я к сожалению на данный момент не могу вы мало заданий сделали сказать больше но в любом случае скажите вот прочитаете это 9.4 в классах вы обращаете внимание что здесь такое понятие используется как функциональный объект подумайте над этим что это такое я пока дам подумать скажите классы функции это разные вещи да они имеют совершенно там разные назначения но есть то что их полностью связывает то есть на функции на классы можно посмотреть именно как на объекты которые если так можно выразиться одного поле ягоды если хотите себя проверить откройте джанга код вот у нас есть джанга начните с самого простого вот функции попробуйте их все описать как умеете пока первым делом всегда надо исправлять с функцией потому что когда вот вы делали вот это задание и поставили цель да метод иными словами почему вы не учли цель потому что функции не были изучены достаточным образом то есть параметры для вас ну что то там поэтому все таки еще раз рекомендую посмотрите видео которое я писал для Сережи да потому что у новичка это вообще выпадает и вот у него выпадала да работа с параметрами а сегодня можно сказать что программистом он станет я не могу сказать сегодня больше по одной простой причине пока я вижу кашу поэтому наверное самое правильное наверное самое правильное было бы сделать сейчас на вашем месте то что я вам говорил да это можно учесть да вот то что я говорил но мне кажется что для этого должна быть проделана определенная работа я бы на вашем месте начал с описания файла с функциями то есть попытаться разобраться и описать что же здесь происходит можете опереться на документацию найти но в конце концов опишите да понимаете вы функции не понимаете на что вы обращаете внимание тогда по крайней мере вылезут определенные ошибки но ясно одно что с функциями у вас не полный порядок это всегда проблема она потом никуда не девается или дьется как правильно сказать я говорю начинает выпадать то что основное мы вроде хотим писать код а все мелочи выбрасываем понимаете глобализм глобализм недопустим при программировании в данном случае я точно вижу что вы много работали с языком ну по крайней мере видно да понимаете что делаете но опять же получается все как бы глобально расставить по местам никак не получается я вам подсказал да но в любом случае еще раз повторяю я бы в данном случае начал наводить порядок с функцией понимаете потому что не зря я обратил ваше внимание на такое понятие как функциональный объект да потом уже пойти от функции к классам я не буду сейчас говорить но этот вопрос звучал в школе да отвечал на него Денис Киплеер да да с ником и в принципе это был первый вопрос когда вот мы изучали функции что же общего между функциями и классами в чем они сходятся то есть потому что пока вы смотрите будете смотреть на функции классы отдельно да ничего не будет и здесь такое понятие что мы делаем но я вот лично не понимаю что мы делаем то есть нет код я понимаю да метод правильный но что мы хотим выяснить я не понимаю по одной простой причине мы выясняем нечто но это нечто ни к чему не будет применимо я не вижу что здесь есть возможность что-то запомнить в чем-то разобраться я вам показал откуда исходить ну будете работать там дальше посмотрим что что там надо больше материалов пока стабильно каша это стопроцентная каша знания есть писать получится точно гадалки не ходи надо просто разобраться разобраться в мелочах поставить их на нужные места иными словами заняться определением то чем можно посмотреть некоторые видео у Димы из Белоруссии свои торнадо его файлы посмотрите там была ситуация немножко в другом стиле но с том с тем же корнем у него как полгода назад насколько человек вырос вот чем заключалась видео крутой пайта кстати тоже дам ссылку подберете кто с этого видео начал для себя посмотрите вот он когда-то писал сейчас я кстати размещу вторую что вот он изучал изучал язык а функции не отдавал предпочтения я скажу что это девяносто девять и девять десятых программистов которые спроси миллион программистов и только часть скажет да мы месяц отдали функции остальные все проскочили это стопроцентные пользователи сайта переполнения стека иными словами проскочили и пошли самые простые исключения искать на переполнении стека и копировать и погрузили дальнейшее понимание потом начинается поиск проблем в чем проблема да нет никакой проблемы начать надо с функций сейчас вот Дима одно видео он со своей стороны ну просто ну не сказал ему никто вот он все изучал перекопал PHP копал там Python копал JS понимал какую-то логику и в результате что и в результате тогда полгода назад и написал сельф это соглашение между программистами ну понятно было бы да а что он делает то это сельф но через полгода через полгода через полгода чудо случилось вот вот его видео где-то я писал можете тоже посмотреть за пять месяцев все код стал петь то есть начал сначала смотреть что перед ним давать ему определение с пониманием что с этим можно делать все становится на места моментально ну а Леш по сути дела ну зачем то что вы пришли в школу ну мог бы его похвалить я вас и хвалю за вот это вот рвение что вы сделали прекрасно то есть все но кол с минусом это 100% запутаете всех и себя в том числе давайте разбираться потиху